Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Да, я не буду засчитывать его целиком, он достаточно объёмный. Скажу просто, что пишет родитель, вот, ребёнка, у которого довольно серьёзные сейчас проблемы. То есть, она ребёнок-девочка, 16 лет, да, плохо учится, кричит, садевается над матерью, терроризирует её, вот. У матери есть, соответственно, переднее чувство вины за какие-то ошибки прошлого, вот. Вот, но, тем не менее, жить с ребенком она уже не может и хочет, по достижению её, её 17 лет, она хочет отправить её жить отдельно. То есть, разминять квартиру, чтобы жили отдельно, вот. Спрашивает, правильно ли это, ну, правильно ли это решение, вот, и говорит о том, что этот человек меня не уважает, не испытывает передо мной ни чувства вины, ни раскаяния, правда, каждый день добивает меня, добивает, отбивает свою бесконечную агрессию. Ну и что ж, ситуация действительно тяжёлая, вот, и непростая. Я, с одной стороны, прекрасно понимал, что вам трудно, я прекрасно понимал, что вам больно, я прекрасно понимал, что вам тяжело, но, то, что вы сами чувствуете перед ребёнком вину, то, что вы, по сути, ждёте этого чувства вины от неё, является, является, ну, скорее всего, более, более, более патологией, нежели чем, чем-то таким, корректным, к сожалению. Потому что, ну, по сути, вы на ребёнка проецируете то, что вот, испытываете сами. Хорошо ли это для вас? Нет, нет, это для вас нехорошо. Вот. Вы хотите, ну, через вину вашей дочери освободиться от своей собственной вины. Я вас понимаю, но это, к сожалению, так не работает. То есть, вы не освободитесь от своей вины, если будете ждать и требовать от дочери, вот, какого-то рассказа, да, и так далее. Так это не работает, на мой взгляд. А, что работает? Работает, во-первых, пожалуй, разметка личных границ. Это первое, что работает. То есть, у вас нет личных границ в почве. Второе, что важно, это то, что у вас, как будто бы, есть довольно серьёзные сложности с организацией своей собственной жизнью. Вот. В том смысле, что, ну, вот, как будто бы вы своей жизнью-то не живёте. То есть, у вас получается, что вы всё своё время, значит, посвящаете ребёнку. Вот. Хорошо ли это? Нет, очевидно, нехорошо, потому что именно это привело к тому, к чему привело. Вот. То есть, да, она пытается показать, пытается сказать, что вот вы вас виноваты сейчас. Ну, вот, она пытается это сделать. Но тут, как бы, нужно понимать, что центром проблемы является то, что она для вас является центром. Вот. Она это чувствует, она это знает, что для вас, очевидно, является важной. И, собственно говоря, этим пользуется. А почему, почему бы не, да, почему бы не пользуются тем, что тебе так, ну, настойчиво, не настойчиво дают. Вот. Вот она этим, в принципе, и пользуется. И пользуется в основном успешно. А что вы говорите о том, что она сделала вас своим объектом нападок, да? И вы говорите, что у нее нет друзей и так далее, и так далее. Ну, знаете, у меня складывается впечатление, что дочь ваша похожа на вас. У меня есть ощущение, что и у вас особо нет друзей. У меня есть ощущение, что и вы особо в своей жизни не живете, по крайней мере, социально. Вы объясняете тем, что у вас много работы, вы объясняете тем, что, ну, что вы хотите обеспечить дочь и так далее. Ну, как это получается, да? Как это получается? Получается это так, что вы сначала работаете на убой, а потом срываетесь на дочь, раскаиваетесь перед ней и опять работаете на убой. Хорошо ли это? На мой взгляд, нет. Это порочный круг, которому ребенок научился от вас. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому я думаю, что работать в первую очередь с чувством вины нужно, развивать заботу о цепи необходимо, обозначать личные границы. И делегирование ей всевозможной автономии, на которую сейчас оно способно, как с точки зрения закона, так и с точки зрения реального положения вещей. Вы находите сначала созависимость от своей дочери, поэтому она обладает над вами такой властью. Изучите в интернете, что такое созависимость, да, и начинайте с этой созависимостью работать. Как-то так. Проблема в том, что да, есть много факторов, влияющих на то, что происходит. Действительно, есть очень много факторов, и развод ваш, и то, что вы работаете, то, что вы на ребенку руку поднимали и так далее. Дело не в том, чтобы компенсировать или абстрагировать, мне показалось, что в абстрагировании, в отстранении вы ждете, что ребенок что-то поймет, да, и так далее. Дело не в этом. Дело не в наказании. Дело все так иначе сводится к наказанию. Поселение ее отдельно от вас, это тоже выглядит как наказание, это проблема. Дело не в наказании, а в том, чтобы разграничить обязанности и разграничить вообще вас и дочери. То есть, вы это вы, дочь и дочь. И вообще говоря, вы не научили ее заботиться о себе, да. Ну вот, вы говорите, она меня не уважает. Возможно, она вас не уважает. Только потому, что вы не уважаете сами себя. Вот в чем проблема здесь. Вот. Как можно уважать того, кто, ну, кто не уважает сам себя. Понимаете? Чем-то штуку. Вот. Если вы будете себя уважать, то и дочка вас научится уважать. Вот так. А уважение к себе это работа определенно над собой. Вот. То есть, это психотерапия. Ну, в первую очередь, это работа с вами в первую очередь. Вот. А не какие-то конкретные действия, которые вы сейчас совершите. Да? И это решит все проблемы. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. А вы пишите о том, что пытались, пытались, пытались объяснить ребенку, вот, почему вы совершали те или иные действия, да? То есть, вот, ну, идете по сути в рационализацию такую. Вот. Это пытник куда. Вот. Вот. Человеку в этом случае желательно говорить о том, что вы хотели, желательно говорить о том, что вы чувствовали и как вы чувствовали. Вот. Вот. И как бы, внутренне, внутренне, внутренне ощущать и внутренне замечать важность того, что вот вы хотели, что вы считали, чувствовали важным и так далее. Для себя имеется ввиду, для себя. Вот. Вот. Что вот эта история, как бы, может вам что-то дать. А не история про, ну, обязательный разъезд, да, обязательное там, раздельное, так скажем, проживание и так далее и так далее. Это вот не то, что, на мой взгляд, может решить вашу проблему. Вот. Решать, конечно, вам в любом случае, да, но вот такая-то, такая-то, вот. Ключевой момент, ещё раз повторю, что ключевой момент заключается в том, что вы не умеете заботиться о себе, вот. Вот. Если вы не умеете заботиться о себе, то как может это делать, ну, как это может делать ребёнок, да? То есть, ну, как он может уметь о себе заботиться, да, если вы о себе не умеете заботиться? Вот. Как, ну, может вас уважать тоже. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребёнок, ну, хотя бы сейчас начал корректироваться, вот, ну, в своём поведении, так скажем, ну, то нужно в первую очередь воспитываться. Воспитываться с чувством уважения именно, вот, к себе, так, к себе самой. Вот. Только тогда, только в таком случае можно рассчитывать на что-то. Вот. Ну, имеется в виду, вот, на что-то, вот, что-то, ну, какие-то позитивные, позитивные изменения. Вот. В остальных, в остальных случаях я боюсь, что проблему это не решит слово совсем. Никак. Вот. Просто вы, как бы, одно подменяете друг, ну, подменяете другим, к сожалению. Вот. Я думаю, так. Такой ответ можно дать. То есть, то, что вы сами, получается, травмировали. Это понятно, то, что вы, да, то, что вы травмировали. И то, что вам самое, самое тяжело и больно, это понятно. Так. Так. Твой тоже. Вот. И очень важно, чтобы вы, вот, свои чувства, которые у вас есть, чтобы вы их прожили, вот. Чтобы вы от них не бежали, вот. И вот, я думаю, что, проживая и принимая в том числе, да, внутренне прощая себя за то, что вы делали по отношению к дочери и по отношению к тебе, ну, а также замещая то, чего вы хотели в этот момент, да, ну, вообще какие-нибудь цены и прочее, прочее, прочее. Вот. И будете приходить к определенным, к определенным внутренним гормонам. Дочери не хватает именно этого. Не хватает именно внутренней гармонии, опоры, ну, вас. То есть, именно, вот, не хватает стабильности, вот, в этом смысле. Опять же. Не хватает возможности опереться на вас. Вот. Ну, как бы. Потому что вы неспокойны. Вот. Никто не говорит о том, что вы должны быть спокойны. Все. А? Потому что, ну, вы не можете такой быть. Вот. В силу ряда причин, в том числе своих. Но, поведение ребенка выдает именно этот конфликт, именно это противоречие, именно эту проблематику. Вот. 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 Я думаю, что, выселяя ее, вы не решите проблему такую усугубить. Вполне возможно, что она захочет к вам вернуться. Обратно. Вот. Поэтому работать нужно здесь с вами. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, который позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.